МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных новостях Украины и мира узнается в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вследствие без последствий возле МВД требовали найти убийц журналиста Павла Шеремета. Почему полиции по-прежнему нечего сказать? Снова циничное убийство перед столичным торговым центром, неизвестно, из автомата расстреляли мужчину кого и за что. Массовое отравление в Бердянском санатории. Десятки детей оказались на больничной койке. Кто допустил пищевую халатность? Год без Павла. Под таким названием в столице прошла акция, посвященная памяти погибшего год назад Павла Шеремета. Активисты и родные взорванного в машине журналиста пришли на место гибели, а позже колонны отправились к зданию МВД. С одним требованием найти убийц. Примечательно, что сразу после митинга дворники цинично смыли надпись на асфальте «Кто вбыл Павла?». При этом ответы на вопрос, когда будут названы виновные, ничем не отличались от сказанных ранее. Продолжит Александр Васильченко. С цветами и зажженными лампадками сотни людей с самого утра пришли к месту гибели Павла Шеремета. Питание того, когда мы будем знать, кто убил Шеремета, кто убил Гонгадзе. Ну, я не знаю, мне честно считается, что это моя хваляность всех. Ближе к восьми утра собравшиеся колонны отправились к Министерству внутренних дел. Активисты выстроились перед входом. На асфальте сделали надпись «Кто убил Павла?». С активистами не встретились ни глава МВД, ни руководитель нацполиции. Вышел только пресс-секретарь ведомства. И заявил, что спустя год ответа на вопрос, кто же убил журналиста. У следствия до сих пор нет. Кто убил Павла Шеремета, ответов на это вопрос нет, потому что этот злочин не раскрыт. Следствия на данный момент нет процессуальных подозреваний. Хотя сразу после преступления руководство МВД и нацполиции заявляло, что раскрыть убийство Шеремета – дело чести всей правоохранительной системы. Но сегодня едва митингующие ушли от здания Министерства, как дворники тут же цинично смыли с асфальта все надписи и варварски выбросили лампадки. Не дожидаясь результатов следствия, которое длится уже год, коллеги Шеремета пытались сами докопаться до истины. Журналисты провели собственное расследование. Факты изложили в фильме «Кто убил Павла». Все материалы предоставили нацполиции, но их правоохранители проигнорировали. В свою очередь, советник министра МВД Иван Варченко отрапортовал. Правоохранительная система в части следствия по делу об убийстве Шеремета сделала 95% работы. Дескать, известны все обстоятельства, опрошено около 2000 свидетелей, собрано 150 терабайт информации. Криминалисты утверждают эту информацию, полиция вбрасывает в СМИ для отвода глаз. На самом же деле, спустя год после преступления найти заказчиков и исполнителей уже практически невозможно. Эксперты полагают, следствие специально затягивают. С великой вероятностью есть работники в правоохранительных органах, которые имели отношение с заказчиками и организаторами, або с их посредниками. И они навмисно теперь гальмуют это расследование. И доказами этого есть вытоки информации, которая чему-то передала проведение оперативно-розшуковых заходов. Даже спустя год у следствия полная неразбериха в версиях. Но основной остается одна – наличие российского следа. Эксперты убеждены, в последние годы это происходит регулярно, когда расследование резонансных дел заходит в тупик. Вот какой мотив у Кремля был убить Шеремета? Ну, я такой мотив не нахожу. Ну, зачем он им был норм? Когда они его там, помните, вытягивали из белорусских и все остальное. То есть я пока этот мотив... Дестабилизировать ситуацию на Украине? Да не смешите меня. Ответственность за отсутствие результатов, причем не только по делу Шеремета, по словам политологов, лежит на главе МВД Арсений Аваковин. Никто никуда уходить не собирается, поскольку если бы политическая ответственность в украинской политике была реальностью, а не пустым звуком, то уйти надо было бы уже давно. Но здесь, очевидно, будут держаться до последнего, прекрасно понимая, что вслед за политической ответственностью может встать вопрос и ответственности куда более серьезной. В свою очередь коллеги Павла заявляют, что и дальше будут добиваться конкретных результатов расследования убийства. Александр Васильченко, Данил Снисор, Любовь Кукла, Евгений Пахальчук, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Конкретных результатов от украинских правоохранителей ждут также Евросоюз, Большая Семерка и ОБСЕ. Безопасность журналистов должна быть приоритетом. В Украине заявил Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Он отметил, что власти обязаны обеспечить эффективное расследование громкого дела и защитить медиа. Наказать виновных в убийстве Шеремета призвали и послы стран Большой Семерки. Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов. Это преступление не может оставаться нераскрытым, считает также посол ЕС в Украине Хьюг Менгарелли. И парадоксальное совпадение. В день очередной годовщины резонансных преступлений происходят новые громкие ЧП, которые затмевают в информационном пространстве предыдущие происшествия. И сегодняшний день исключением не стал. В Киеве цинично. На глазах у десятков свидетелей убили россиянина. Произошло это на стоянке одного из торгово-развлекательных центров. Двое человек расстреляли мужчину, который в РФ числился в розыске. Подробности выяснял Руслан Смещук. Ну все целы, просто машина обстрелена. Поэтому, в принципе... Ну ничего, что он там, труп лежит? Труп лежит? Ну он же накрытый. Около 11 вечера. Левый берег столицы. Парковка возле ТРЦ. Неизвестные. Из автомата убивают мужчину. А после сбрасывают ствол, садятся в автомобиль и спокойно уезжают. Все на глазах десятков очевидцев. В общем, человек видел того, кто стрелял. У нас на парковке лежит автомат и тело. Вскоре полиция устанавливает личные жертвы и количество нападавших. Убитым оказался Асиф Мамедов. Его разыскивали в России за совершение убийства. В Украине он, возможно, скрывался от правосудия. Эксперты отмечают. В последние несколько лет в нашей стране возросло количество откровенно циничных преступлений. Вот цинизм и открытость совершения такого рода преступления, да, оно увеличилось в несколько раз. Сегодня это более доступно. На сегодняшний день мы уже начинаем, извините за выражение, за цинизм, к этому привыкать. Существует такой стереотип, что якобы на это влияет война, которая идет на Востоке. Да, конечно же, влияет. Но первый фактор, скорее всего, это дестабилизация правоохранительных органов. Вследствие реформы МВД в органах практически развалена оперативная работа. Раскрываемость по самым оптимистичным прогнозам упала на 50, а то и на 70 процентов, сообщают эксперты. Поэтому преступники все чаще действуют с откровенным цинизмом, ничего и никого не боясь. Руслан Смещук, Иван Матриченко. Подробности телеканал Интер. А в другом конце Киева произошло резонансное ДТП. Внедорожник Ягуар наехал на двух пешеходов. Сейчас один из пострадавших в реанимации в тяжелом состоянии. Виновник пытался скрыться, но неравнодушный очевидец устроил за ним погоню. Дважды Ягуар таранил преследователя. После въехал в жилой двор, растращил детскую площадку, проломил забор и врезался в дерево. Под конвоем его увезла скорая. Свидетели утверждают, нарушитель сотрудник полиции. Якобы у него нашли разрешение на оружие на имя Сергея Романенко. Но в пресс-службе столичной полиции пока не подтверждают, что виновник ДТП правоохранитель. Был очень явный запах алкоголя. Он не мог стоять в ногах. Он тупо вот я вытащил, где он сразу упал. Были у него там удостоверения дозвил на сброю и удостоверения главного штаба полиции. А полицейские Киева этой же ночью искали автокран. Его украли прямо со стоянки. Неизвестные заехали на территорию, скрутили охранника и похитили спецтехнику. Правоохранители по горячим следам воров не нашли, начали расследование. Кроме нерасследованного убийства Павла Шеремета, по сей день не раскрыто резонансное убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Его, напомню, расстреляли в центре Киева в марте этого года. До сих пор на скамье подсудимых нет и виновников трагедии в княжичах, когда в декабре прошлого года при попытке задержания банды грабителей погибли пятеро полицейских. И это далеко не весь послужной список поражений и блюстителей порядка. Подробнее в нашем сюжете. Ни один из предыдущих руководителей МВД не раздавал столько обнадеживающих обещаний реализовать ведомство, как Арсен Аваков. Однако его подчиненные продолжали не только крышевать бизнес, но и закрывать за деньги уголовные дела, выстраивать коррупционные схемы, кошмарить предпринимателей и всячески нарушать законы. После так называемой реформы полиции только по официальной статистике количество копов, задержанных за взятки, значительно возросло. Только в прошлом году цифра увеличилась в полтора раза до двухсот коррупционеров. Но парадокс – количество наказанных при этом уменьшилось в три раза – всего 15 человек. Впрочем, не коррупция единой. Новая полиция довольно быстро обросла громкими скандалами. Так, еще в первые месяцы после запуска патрулей, копы начали массово разбивать свои новые гибридные Toyota Prius. Только за первый год работы они стали участниками порядка 600 ДТП, среди которых были со смертельным исходом. Огромным скандалом, расколовшим общество, стало убийство пассажира BMW, водитель которого устроил ночные гонки с полицией в феврале прошлого года. Информация о пьяных за рулем полицейских или же задержанных на взятках появляется в СМИ еженедельно. В то же время, сколько новых копов уже уволили из нацполиции, в МВД умалчивают. Зато постоянно твердят о том, что уровень преступности официально снизился и награждают новыми званиями и должностями людей, замешанных в различных скандалах. Подозреваемых в убийстве мэра Кременчуга и полтавского судьи суд вернул в СИЗО. Напомню, судью Александра Лободенко застрелили в феврале 2014-го, а спустя пять месяцев убили городского голову Кременчуга Олега Бабаева. Неделю назад подозреваемых, заказчика и организатора убийств выпустили под домашний арест. Однако сегодня, как написал на своей странице в фейсбуке нардеп Сергей Каплин, судейская коллегия решила вновь взять их под стражу. Нардеп сообщил, подозреваемые останутся за решеткой до 18 сентября. Фонду энергоэффективности быть. Петр Порошенко подписал закон о его создании, принятый Верховной Радой еще в начале июня. Документ, по словам главы государства, позволит Украине получить помощь от ЕС свыше 100 миллионов евро. Деньги направят на уцепление украинских многоэтажек, что в будущем, уверен президент, позволит государству экономить на энергоресурсах, а владельцам квартир на оплате услуг ЖКХ. А вот украинские фермеры получат миллиард гривен в следующем году. Их предусмотрят в госбюджете 2018. А потом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме по децентрализации в Тернопольской области. По словам премьера, это решение стимулирует экономику Украины. В селах появятся рабочие места, а фермерам будет выгодно не только выращивать, но и перерабатывать сельхозкультуры. Также Гройсман подчеркнул, что аграрный комплекс сегодня формирует 12% ВВП страны. В Бердянске массовое отравление детей. Произошло это в летнем лагере санатория Лазурный. Шестеро ребят сейчас в медизоляторе, еще 30 под наблюдением медиков в местной больнице. У них, как сообщают чиновники, облздраво, легкое недомогание. Что же испортило отдых, узнавал Сергей Бордюжа. 261 человек. Столько детей привезли 11 июля в Лазурный из Днепра. Все они льготники. Дети ветеранов и бойцов АТО. Но уже через 5 дней отдыха из лагеря начали обращаться за медпомощью. Жаловались на диарею и рвоту, говорят родители. На 18 число 73 обращения детей. Да, там были по 2-3 раза за сутки дети обращались, о которых плохо. Они приходили, их опять записывали. Но запись гласила, одна таблетка чего-то, 2 таблетки белого угля. Официальная информация, 6 детей в изоляторе и еще 30 в местной больнице. Под присмотром врачей. Не с целью называется лечение, потому что тяжесть их состояния не требует госпитализации. Но учитывая массовость, и мы не знаем, что это причину такову, потому что взяты только анализы. Прессу в Лазурный не пускают. Частная территория. При этом в Бердянской мэрии сегодня заявили, разрешения на оздоровление детей у санатория нет. Данное учреждение было обследовано 5 раз. И каждый раз были составлены акты о том, что они не готовы принимать. У них масса нарушений. Путевки в Лазурный детям предоставили в мэрии Днепра. Там, говорят, выбирали санаторий с помощью системы Прозора. Завтра, ну скажем, посетим этот лагерь, когда мы это все увидим. И если, конечно, будет безопасно, это будет какая-то инфекция, то я с ним договор расторгнем. Где и как дети могли подхватить острую инфекцию, представители санатория не знают. В понедельнику будут все анализы. Скорее всего, это ротовирусная инфекция, которую, возможно, дети привезли с собой. Разбираться будет спецкомиссия. Результаты направят в полицию и прокуратуру. Правоохранителям также придется выяснить, каким образом санаторий выиграл тендер на оздоровление детей. Сергей Бордюжа, Елена Миндалек, Игорь Воробей, Евгений Коденцов, телеканал Интер. Проблемы с пищей актуальны и в Евросоюзе. Там разгорелся настоящий продуктовый скандал. Из-за двойных стандартов качества и употребления канцерогенов. Восточные страны ЕС неоднократно жаловались. Производители поставляют в разные государства Европы вроде бы одни и те же товары, но их качество при этом существенно отличается. Словакия уже выдвинула Еврокомиссии ультиматум. Какой? Расскажет Елена Абрамович. Натуральный сахар выпечки на полках австрийских супермаркетов и искусственные посластители в этой же торговой сети в Словакии. Бренд тот же. Красители и ароматизаторы вместо фруктовых компонентов. Растительные жиры вместо животных. Одна и та же упаковка, но качество значительно хуже. Братислава провела исследование продуктов и выдвинула Еврокомиссии ультиматум. Если Еврокомиссия не будет реагировать более решительно на то, что еда, которая продается в Восточной Европе, более низкого качества, чем продукты тех же марок в Западной Европе, Словакия примет односторонние меры. Мы можем перевести госсектор только на словацкую продукцию. Братиславе понимает, такие меры противоречат принципу свободного движения товаров. Однако они будут временными, пока Еврокомиссия серьезно не возьмется за проблему. Похожие жалобы поступали и от других восточных государств. Чехии, Венгрии, Румынии. Болгария вообще назвала это продуктовым апартеидом. Но в Еврокомиссии пока лишь изучают вопрос. Это не просто двойные стандарты. Это нечестная коммерческая деятельность, и с этим надо бороться. Сейчас три расследования в процессе. Еще одно запустил Европарламент. Мы подождем результатов и объединим усилия, чтобы решить эту проблему. Тем временем ЕС нашел решение другой проблемы с картошкой фри. Ее планировали запретить в Бельгии из-за высокого содержания канцерогенного вещества акриламида. Оно образуется во время обжаривания картофеля. Но на радикальные меры не пошли. Просто внесли акриламид в перечень веществ, наличие которых в еде нужно снизить. Но ответственность опять же остается у производителей. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер. Конгресс в осаде. В американской столице арестованы полторы сотни человек. Это активисты, которые организовывали акции за сохранение Обамакея. Система здравоохранения, которая досталась Трампу в наследство, но которую он пытается отменить. За баталиями на медицинском фронте наблюдал Дмитрий Анопченко. Если вы все еще выступаете за отмену Обамакея, тогда мы идем к вам. После десятков акций протеста у стен Капитолия протестующие пришли к конгрессменам лично. Проникли в здание по одному под видом посетителей, благо пропуск не нужен. А потом разделились на группы и одновременно по команде заполонили коридоры и кабинеты. Полиция Капитолия с ног сбилась. В результате арестовало 155 человек в 45 разных местах здания. Но до того, как это случилось, шуму они успели наделать немало. Заранее выбрав кабинеты, даже не тех конгрессменов, кто особо активно поддерживает Трампа, их-то не переубедить, а тех, кто колеблется. А сомневающихся хватает. У команды Трампа по-прежнему недостаточно голосов здесь, в Конгрессе, чтобы окончательно похоронить главную реформу своего предшественника. Президент даже попросил сенаторов на каникулы не уходить, пока не проголосуют. Но они до сих пор взвешивают все за и против. Бюджетное управление Конгресса сообщило, если реформа будет отменена и замену ей не предложат, в последующие годы без медицинского страхования останутся 32 миллиона американцев. Но есть и плюс, сэкономят порядка 500 миллиардов долларов. Впрочем, думают многие сенаторы не об этих цифрах, а о собственных рейтингах. Уже через год части из них на перевыборы, и рисковать должностью из-за непопулярного решения, ох, как не хочется. И понимая это, активисты только усиливают натиск. Из Вашингтона. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала. Интер. У американского сенатора Джона Маккейна обнаружили рак. Опухоль мозга у 80-летнего политика диагностировали во время операции по удалению тромба. Сейчас сенатор находится дома. По словам врачей, он хорошо восстанавливается после операции. Сам Маккейн уже пообещал вернуться к работе в Сенате сразу же после лечения. Напомню, Джона Маккейна называют одним из самых преданных друзей Украины в американской политике. Девять украинских военных погибли. Четверо из них при атаке боевиков на Красногоровку. Еще семеро получили ранения и один боец попал в плен. Пророссийские наемники, вопреки договоренностям, на рассвете ударили из танков и артиллерии по позициям ВСУ и мирному населению. На линии огня побывала наш военкор Ирина Баглай. Танки, грады, партизаны, артиллерия. На рассвете Красногоровка содрогнулась от огня боевиков. В этот раз использовали заряды нового класса. Нет осколков и глубокое разрывное действие, именно внутрь проникающее. То есть рассчитано на здания, на блиндажи. С учетом того, что стрельба была по городу, эти заряды были спланированы специально. Главная цель наемников были окопы нашей пехоты. Тереконы, шахты, как щит. Из-за них и били российские танки. Танк выезжает, там шахта есть трудовских. Вот она выезжает возле телекона трудовских, возле шахты и работает в направлении наших позиций. Так же самое чуть дальше, где Старомихаловка, там тоже есть свои позиции, там тоже выезжает танк. Из оккупированного Донецка, говорят военные танки, поддержала вражеская артиллерия. На огневых позициях среди домов работали самоходные арт-установки. Плотно работала САУ. Здесь все тряслось. Работала очень глубоко. 10-15, может быть, километров в глубине Донецка. Под плотным огнем боевиков оказалась мирная Красногоровка. Танковый снаряд разбил квартиру. Начался пожар. Осколки от градов повредили жилые дома на нескольких улицах. На этом боевики не остановились. Разведзвод 16 бойцов выдвинулся к позициям украинской пехоты. По данным нашей разведки, это были кадровые военные и сотые мотострелковые бригады Российской Федерации. Пехотинцам удалось отбить атаку. У врага четверо погибших. Мы нашли троих человек по потерям. Но по радиоперехвату у них 4 человека потеряли. Но понесли потери наши бойцы. Четверо погибших. Семеро получили ранения. Активизировались боевики из севернее Красногоровки. Из нейтральной зоны хорошо просматривается новый терминал Донецкого аэропорта. Он более похож на скелет. Его в последнее время боевики усиленно укрепляют. Рядом руины старого. Там у них тяжелая боевая техника. Оттуда и ведут огонь в три стороны. Последние несколько дней пехота фиксирует обстрелы с территории аэропорта. Одновременно, пользуясь перемирием, противник выдвигается вперед. Украинские военные сообщают, у противника прошла очередная ротация. Наемники хорошо оснащены с полным боекомплектом для тяжелых орудий. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. На полигоне в Новомосковске Днепропетровской области пострадали 8 военных. Как сообщает командирование группы «Восток», солдаты получили ранения во время соревнований танковых экипажей. Взорвался инженерный боеприпас. Военная прокуратура открыла уголовное производство. Нарушение правил обращения с оружием. Всех пострадавших доставили в госпитали и больницы. Состояние пациентов врачи оценивают как стабильное. Предоставить детям, пострадавшим от российской агрессии на востоке страны, статус детей войны, предлагают народные депутаты. В парламенте уже зарегистрировали соответствующий законопроект, сообщил нардеп Сергей Каплин. Авторы закона уверены, им нужно предоставить льготы и помочь вернуться к мирной жизни. Лидер социал-демократов заявил, что готов бороться за бесплатное обучение и повышение уровня соцпомощи детям из зоны АТО. Время военных действий на Донбассе пострадало около миллиона детей. Мы, социалистичная партия, социал-демократичная партия, считаем своим обязаном защитить их социальные права. Мы разработали законопроект, который предоставляет объединение этого миллиона наших украинских детей, детей-участников АТО, до категории «Дети войны». Вот такой способ, я уверен, сможем сшить страну. Израиль, как выяснилось, оказал весьма существенную помощь сирийцам, пострадавшим от боевых действий. В течение последнего года израильские военные переправили в приграничный район арабской страны огромное количество гуманитарных грузов и вывезли оттуда тысячи раненых. Подробнее Сергей Ослендер. Это операция, которая называется «Доброе соседство», больше года держалась в строжайшем секрете. Во многом для того, чтобы не навредить самим сирийцам, получающим помощь от еврейского государства. Но после событий последних дней на Храмовой горе и обвинений в адрес Израиля в геноциде мусульман, эти данные решили обнародовать. Собственно, то, что Израиль помогает мирным жителям в Сирии, никогда не было тайной. Но вот объем этой помощи оказался настоящей сенсацией. Например, за последний год израильские военные доставили в приграничную зону около тысячи тонн дизельного топлива, сотни тонн продовольствия, оборудования для полевых клиник и многое другое. Но главное, медицинскую помощь в израильских больницах совершенно бесплатно получили 4000 раненых сирийцев. В приграничных районах Сирии полностью разрушена система оказания медицинской помощи. Ни больниц, ни клиник, ни аптек, ничего, ни раненые, ни больные, ни роженицы, никто не получает помощи. Эти люди могут рассчитывать только на нас. Одних детей мы приняли около 500. На границе Сирии армейские медики сейчас строят госпиталь, в котором будут принимать раненых сирийцев. Зона жителей которой обслуживает, а фактически содержит Израиль, около тысячи квадратных километров. Там находится примерно 200 тысяч человек. Еще в начале 2016-го Иерусалим обращался к различным международным организациям с просьбой оказать содействие в доставке гуманитарной помощи в Сирию. Но ответа так и не получил. В правительстве неоднократно подчеркивали, что Израиль не собирается вмешиваться в сирийский конфликт, но и не будет закрывать глаза на гуманитарную катастрофу. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканал «Интер». В Одессе оппозиционный блок начал сбор подписей за переименование ряда улиц. В частности, революционеры Евгения Заславского предлагают переименовать в честь известного мецената Бориса Литвака, а часть улицы Канатной назвать переулком Шалом-Алейхема. Заменитый писатель несколько лет жил в этом районе города. Одесситы уже оставляют свои подписи под петиции к власти. Затем документы отправят в комиссию горсовета, чтобы чиновники вынесли этот вопрос на сессию. В АП-блоке отмечают, что в Одессе перманентно вспыхивают баталии из-за переименования улиц, но за этими перипетиями забывают о легендарных личностях. Литва Кашалом-Алейхем – это люди, я думаю, против которых ни одна из политических сил, ни никто из Одесситов возражать не будет. Это люди, которые достойны, чтобы их имя носили улицы нашего прекрасного города. Вот эти люди, которые сделали, что в литературе, что для Одессы, они как-то были обойдены стороной. Великобританию должна определиться, сколько она готова заплатить за разрыв отношений с ЕС. Об этом заявил главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье. Сегодня прошел второй раунд переговоров по Брекзиту. На каких условиях Европа готова отпустить туманный Альбион, расскажет Алексей Пшемуцкий. Уйти по-английски не получится. Евросоюз требует от Великобритании заплатить за Брекзит. Речь идет о налогах и инвестициях, которые недополучит евробюджет. Сегодня в Брюсселе второй раунд дискуссий провели британский министр по бракоразводному процессу Дэвид Дэвис и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье. До последнего журналисты не знали, состоится ли пресс-конференция. Однако чиновники все же вышли. На прошлой неделе Британия признала, что у нее есть финансовые обязательства, которые нужно закрыть. Свои обязанности признает и Евросоюз. Только после того, как мы четко определим их, мы сможем продолжить переговоры. Наша цель – осуществить выход Великобритании правильно. А для этого нужно заплатить по счетам. На какую именно сумму ЕС выставил счет Великобритании не разглашают. Однако, по разным оценкам, развод может стоить Туманному Альбиону от 65 до 100 миллиардов евро. Еще на прошлой неделе брюссельскую математику прокомментировал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что Европа может получить поворот от ворот, оставшись ни с чем. Однако сегодня его коллега был куда сдержаннее. Наша позиция едина в том, что необходимо определить финансовые обязательства друг перед другом. Однако сделать это в рамках закона и в духе взаимного сотрудничества. Чтобы достичь успеха, обеим сторонам нужно быть готовым к уступкам. Однако не стоит ожидать мгновенного прогресса. У Великобритании к Евросоюзу тоже есть финансовые претензии. Речь идет о части активов Европейского банка и недвижимости. А недавно в Лондоне заявили, что будут претендовать и на часть бутылок из именитого винного погреба Европейской комиссии. Пока что же напитки откупоривают лишь посольство Великобритании в Брюсселе. Туда после переговоров отправились Дэвис и Барнье. Известно, что в меню вельская баранина и шотландские морские гребешки. Продукты, без которых Европа рискует остаться. В случае, если Брекзит таки состоится. Из Лондона Алексей Пшимыски, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. И желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова